Доброго времени суток, дамы и господа! Проанализировав абсолютно все комментарии, подведя итоги, сделал вывод, что людям интересно кузнечное дело и ювелирное дело. Хочется об этих профессиях поскорее услышать. Начнем с кузнечного дела и также сыграем с вами в игру. Подумаем о том, какие крафты популярны в кузнечном деле. Вообще профессия обширна, то есть и доспехи мы делаем латные, как ПВЕшные, так и ПВПшные полезные украшения имеются уже на самих вещицах. Также оружие, которое многим нужны, различные энхшаманы, разбойники, все крафтят абсолютно у кузнецов. Кинжалы, дробяшки, пожалуйста, кузнец готов предоставить свои услуги в крафте этих вещей. Поэтому однозначного ответа мы просто-напросто не добьемся. Остановимся на том, что кузнецы крафтят все. Все разные предметы интересные имеются у кузнецов. Оружие, пожалуй, это самый главный слот, который нужен для нанесения ДПСа. Поэтому, конечно, кузнечное дело востребовано. Но если более детально рассмотреть на текущий момент крафты, конкретно доспехов, то союзные на руководнике братства очень часто заказывают. К тому же в крафте требуется ожерелье трофей кентавра, что довольно-таки выгодно для кузнеца. Имея высокий процент находчивости, мы можем получить это ожерелье себе в сумку, просто сгенерировать из воздуха. Мы помним, сколько стоит ожерелье. Если получим в сумку, мы богаты. И если поговорить о пвпшных крафтах, то зачастую пвпшникам абсолютно без разницы к ого-итам-левелу вещиться будет в пве. По этой причине они не будут использовать тир-3 реагенты, им не нужны гарантированные крафты, но мы все равно что-то можем извлечь, используя процент находчивости. Что же они делают? Они просто в заказ кидают абсолютно все реагенты, тир-1, тир-2 качество, ну, иногда тир-3, окей, и подкидывают изумрудный трофей завоеваний. Таким образом, вещица там в пве будет, например, 459, если прокнет, то 463, а в пвп она будет 489. Для них это самое главное. И ориентируясь на это, мы можем не надевать молоточек на вдохновение, мы можем надеть молоточек на находчивость, нам не нужно юзать шарик с целью того, чтобы разогнать полоску. Просто фрикрафт, за который мы получаем хорошее количество золота. Пвпшники готовы отдавать голдишку за крафт. Они не жадны. Касательно прокачки знаний, с целью того, чтобы крафтить хорошего этом левела вещицы, гарантированно мы вкачиваем владение молотом на 30 с целью того, чтобы поднять общий наш навык. Далее, с целью экономии ресурсов, мы можем прокачать экономную ковку еще на 30 знаний. И далее все зависит от того, что мы хотим крафтить. Если хотим крафтить наручья, то 30 сюда, 30 сюда и 30 сюда. Получается суммарно 120 единиц с целью того, чтобы крафтить хорошую, кайфовую, топовую вещицу. И еще там 30 с целью экономии ресурсов. 150 знаний, и мы делаем крутые наручья, при этом пытаемся даже что-то выудить с находчивости. Круто? Да, вполне. Также мы можем взять еще рядом пояса. Пояса тоже порой крафтят, поэтому почему бы и нет. Далее все на ваш вкус, на ваше усмотрение. Касательно оружий, тут разные ветки, и само собой читаем, что мы хотим апнуть, то мы постепенно апаем. Также в тот момент, когда мы прокачиваем изготовление оружия, мы таким образом раскачиваем и инструменты, которые в дальнейшем мы будем крафтить. То есть, к примеру, булавы и молоты напрямую влияют на то, какой молот мы скрафтим по качеству. С целью того, чтобы изготовить инструмент сами себе высокого качества, мы обязаны прокачивать булавы и молоты. А также в ветке особая ковка. Здесь 40 поинтов, и здесь 30 поинтов. И вот нам нужно еще 160 знаний с целью того, чтобы сделать для себя хороший инструмент. Хороший инструмент позволит нам чаще экономить ресурсы, чаще генерировать их из воздуха. Многие профессии преобразились в драгонфлайте, но именно кузнечное дело заимело в себе полезную функцию. А именно, можно самому себе чинить вещи. В тот момент, когда мы раскачиваем ластовый зубец, в каждом слоте брони или оружия, мы видим надпись. Обучает изготовлению и использованию молота мастера, позволяющего бесплатно чинить латные рукавицы. Тут, например, будут латные наручи, тут щиты, для меня это бесполезно, но для каких-нибудь воинов, паладинов это, конечно же, полезно. Сапожки, плечи, шапки, ремни, ножки, нагрудники, булавы молоты, топоры, алебарды, клинки, другие клинки. И все можно чинить абсолютно. Молот мастера это предмет, который можно использовать сколько угодно раз. Он крафтится самим кузнецом, является персональным при получении. И то есть полуторасекундный каст, вещица полностью починена. В тот момент, когда идет длительное рейдовое освоение, мы и так тратим много золота. На поушины, на фласки, на еду. А еще и травить на починку не особо хочется. А тут мы нереально экономим. Вдумайтесь в масштаб происходящего. Каждая вещица при смерти ломается на 10%. 10 смертей, и мы полностью сломались. Возможно, еще во время пула мы получим БР. То есть за один бой мы умрем два раза. А может быть даже три. Мало ли, все возможно. И на тиндере ли мы сделали, на текущий момент, около 300 пулов? Вдумайтесь, сколько голды было сэкономлено. А еще стоит учесть то, что я прокачивал кузнечное дело со старта Dragonflight, с самого первого сезона. И все равно, выполняя какие-то локалки, квестики, проходя прошлые рейды, хранилища воплощений, оберий, конечно, без вайпов не обойтись. И молотмастера сэкономил очень-очень много золота мне. Прокачанная кузнечка — это выгодно. Даже если у нас имеется полностью прокачанное кузнечное дело со всеми влитыми талантами, мы можем столкнуться с небольшой неприятностью. А именно то, что нам не хватает всего лишь двух единиц мастерства с целью создания нарукавников 476-го итм-левела. Как можно решить эту проблему? Можно быть озаренным дренеем, можно быть дворфом черного железа. У них повышенный навык на 5 единиц, и таким образом мы гарантированно делаем 476-ю вещицу. Но есть такое ощущение, как будто все равно два эти навыка не учитываются, и все равно делается максимального ранга вещица. Но просто если нам в минимальном уровне заказа кинут пятизвездочную, то как бы объяснить-то клиенту — это вопрос хороший. Попробую еще на другом каком-нибудь крафте продемонстрировать, а то что я только к этим нарукавникам пристал. Например, вот так. Тут даже не хватает 8 единиц с целью того, чтобы сделать гарантированно 476-ю вещицу. Другие наручи, например, аналогично. Не хватает 8 мастерства, к сожалению. Почему так? Ну, так вот все сделано, так вот все отбаланшено. Четыре застежки за один крафт. И если вам нравится возиться с аукционом, если вы любите рандом в играх, то качайте сплавы, качайте резьбу по камню и делайте застежки. Когда-нибудь вам так прохнет, и вы тоже будете рады. Завершая монолог по кузнечному делу, покажу вам интересный публичный крафт, который мне удалось недавно словить. А именно 486-й клеймор с тир-3 реагентами, и ему нужно было вставить украшения. Я не поленился использовать шарик, почему бы и нет. За 21 тысячу голды использование шарика — это очень круто. Само собой, человек доволен, получил пушку 486-ю с украшением, с мешочком. И я получил хорошее количество золота, все рады и довольны. Продолжаем рассматривать профессии. Следующее — ювелирное дело. Аналогично сыграем в игру. Подумайте о самом популярном крафте. Он один, он был весьма популярен в первом сезоне. Но по таким подсказкам любой даст ответ, что это, конечно же, аркан стихий. Реально нашумевший крафт, аркан стихий крафтили абсолютно все. Это было самое лучшее украшение на протяжении первого сезона. И на текущий момент третьем сезоне тоже некоторые люди его себе начинают крафтить. Его реворкнули немножко, и теперь оно раскрывается только в тот момент, когда на нашем шматье много вставленных гемов. То есть, если у нас их нет, то аркан стихий себя не проявит. В тот момент, когда мы уже взяли дыроколы, свекли лута, когда мы просокитили весь свой шмот, тогда аркан стихий, конечно, будет полезен, и люди его начнут крафтить. И если у нас имеется этот дорогой рецепт, то мы можем получить нереальное количество золота. На текущий момент аркан стихий, его рецепт — 2,5 миллиона золота. Впармить рецепт самому — тяжко. Выловить его на каком-то другом реалме задешево — можно. Но сколько на это времени уйдет, вопрос хороший. В целом, как я говорил изначально еще в первом видосе, то, что есть крафты дорогие, при создании предметов которых с вас будут просить больше, чем обычно. И вот аркан стихий — это как раз-таки один из них. Потому что ювелир, вливший 2,5 миллиона голды на рецепт, захочет каким-то образом это все отбивать. И крафт будет гарантированно стоить не 4 или 5 тысяч, а как минимум 6, а может быть 10. Все зависит от, так сказать, его наглости. Ювелирное дело специализируется на создании камней и бижутерии. Даже если у нас нет рецепта на аркан стихий, мы все равно можем делать хорошее количество золота путем создания мета-камней бесконечных алмазов, а также мы можем крафтить другие вещицы. Например, печатку мудрости титанов. Многие люди готовы заказывать самое обычное колечко. Причина проста. Оно в себе имеет сокет. Сокет — это всегда круто. И с целью создания нам не нужны какие-то гига-реагенты дорогие. Самые обычные, которые на аукционе стоят суммарно, я не знаю, голдишки 200. И таким образом мы еще можем мешочек алхимических приправ вставить, что довольно-таки выгодно при рейдовом освоении, при покорении мифик плюсов. Отличное колечко с сокетом. Замечательное, превосходное. Можно сделать его как гарантированным крафтом, так и просто-напросто проком. И если детально рассмотреть гир моего ДК, ДК рейдит. Тендралы осваиваем, 20% оставили. Печатка мудрости титанов. Колечко с сокетом крутое, классное, с мешочком. Также кольцо с песочными часами. Тоже колечко с сокетом. Это выгодное вложение искор снов. И это полезно с целью ДПСа. У ювелира 4 разные специализации. Первое, самое важное. Владение инструментами ювелира. Качав центр на 30-ку, мы увеличиваем мастерство, которое работает абсолютно на все крафты. Если мы хотим экономить ресурсы, то мы вкачиваем экономию обрезков. Если нам нужно вдохновение, то мы прокачиваем сияющие побрякушки. Далее все зависит от того, в какую ветку мы хотим пойти. Если мы хотим делать камушки, а камушки разделены по стихиям, то, конечно же, 40 в центр, и далее 40 ту ветку, которую мы хотим раскачивать. Если нам нужен, например, бесконечная алмазная универсальность, мы прокачиваем лед. Если нам нужен алмаз на крит, то огонь. Если на искусность, по-моему, земля, а если воздух, то мы получаем алмаз на скорость. Касательно инкрустации, если мы хотим крафтить колечки, то 30-ку сюда, 30-ку сюда в драгоценности, и 30-ку в кольца. Если мы вдруг стали счастливым обладателем рецепта на аркан стихий, то 30-ка в ожерелье. Завершающая четвертая специализация в ювелирном деле – это предприимчивость. Мы раскачиваем талантики, лучше крафтим инструменты, а также более качественно просеиваем руду. Допустим, для начала, в момент раскачки профессии, мы хотим специализироваться на бесконечных алмазах. Что нам для этого нужно? Нам потребуется не так-то много очков знаний. 30-ка во владении инструментами ювелира, 40-ка в центральную огранку, и еще 40-ка в лед. Таким образом, всего лишь 110 навыка, и мы уже являемся профессиональными крафтерами глянцевого бесконечного алмаза. И с целью того, чтобы скрафтить его гарантированно в Тир-3, мы обязаны вставить шарик. Таким образом, Тир-3 камушек замечательный, топовый, готов. Вставлять их можно только одну штучку. Если же мы хотим быть профессиональным крафтером кольца, печатки мудрости титанов, или кольца с песочными часами, для него нужно добыть рецепт, но и в целом он недорогой. Нам потребуется 30 во владении инструментами ювелира, и еще 30 в инкрустацию, 30 в драгоценности, и 30 в кольца. Если у нас имеется аркан стихий, то еще дополнительно 30-ку в ожерелье. Таким образом, 120-150 знаний, все зависит от того, что вы хотите крафтить, и на чем для начала вы хотите специализироваться. Конечно, в будущем вы прокачаете абсолютно все. Даже бесполезные идолы будут у вас изучены. Их почти никто не крафтит, но изучить их все-таки потом надо. С целью того, чтобы просто-напросто знания выменивать на рвение. А для того, чтобы создать 486-ое ожерелье, не хватает всего лишь 3 единицы навыка. Как решить эту проблему? Дриней. Обычные дриней имеют увеличенный навык ювелирного дела на 5 единиц. Таким образом, мы гарантированно можем выкрафтить 486-ое ожерелье. Но это не особо нужно. По той причине, если нам не закинут минимальный уровень заказа, можно прикрафтить, можно проком добиться желаемого результата. помимо выполнения заказов на бесконечные алмазы, на печатки, на ожерелья, мы можем просто огранять какие-либо самоцветы и кидать их на аукцион. Само собой, нужно убедиться в том, чтобы это было выгодно. То вдруг цена реагентов слишком дорогая. И в итоге цена камня маленькая, и толку мы это крафтили. Конечно, можно основываться на перепроизводство, но опять же, да, для этого нужен инструмент, прекрасно об этом помним, и зачарование. Поэтому готовьтесь, подготовьтесь, сделайте какую-то, быть может, себе табличку, посчитайте плюс, минус, вообще выигрываете вы на этом, или много голды проигрываете. Вот мы и поговорили об еще двух профессиях. Осталось совсем немножко. Дайте знать в комментариях, о какой следующей профессии вам хотелось бы узнать поскорее. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!